Вот этому замечательному Артему, талантливому оператору, нужен стедик. Вот у него вот этот вот аппарат, 650-ка, с китовым вот таким объективчиком 18-24. И у нас так все собралось, что вот у нас пришел вот Павел Цветков, главный инженер компании Pultex Rent, где директор, это гениальный оператор, чьи работали вошли в золотую коллекцию российского кинематографа. Ну, Шерлака Хонса вы сами видели. Анатолий Петрович Лапшов, вот такой вот человек. Вот, кстати, да. И мы тестируем эту штуку. Вот мы сейчас только что его, давайте сейчас повторюсь, если я не знаю, нажимаем. Вот я не знал, вот здесь запекчало, заработало. И, значит, раз он стал наш вот этот вот режим, который я сделал, чтобы когда-то мне сгрустнулось, Паша, я решил сделать этот режим. Он, ты знаешь, он вообще как бы практически бесполезен, хотя очень веселый. Лучше джойстиком. Джойстиком он будет, конечно, аккуратнее, намного аккуратнее. Причем, смотри, вот джойстик, вот там у нас лежит бихолдер, вон тот красненький. Вот бихолдер, ну, неохота доставать его, чтобы знаменитый. Вот там же не джойстик, там четырехпозиционный перемешок. Так, это сразу тупка он, туп-туп-туп. А здесь мягенький. И это вот этот вот режим следования, нормальный. Вот когда вот горизонт, он не будет вам вращать. В общем, картинка будет стабильна. Да. Но мы можем горизонтик поправить. Сейчас он вам все скажет. Я, причем, я не знаю, что, но я это точно започу, поэтому... Нет, просто очень приятно, что достали из коробочки, и она сразу работает. Слушай, нет, это было не так абсолютно. Это было вообще ничего не работало. А вот мы ее сделали, понимаешь, все перебрали и положили в коробочку. А сейчас ее достали. Это не работало совсем. Сейчас такая, это я открыл тебе тайну. Настроен, кстати, он был для ГАШа. Да, вот мы настраиваем для этого. То есть какой-то диапазон уже есть. Какой-то диапазон уже есть, да, видишь. Да, где-нибудь здесь загудит. Нет, не загудил, но он может. Все-таки без энкодеров, но каких-то крайних... Нельзя ожидать, что он, ну, вот, как будет, как ранен. Ну, братцы, он и стоит. Вот, не как ранен, слушай, да. Следующий для этого веса камера бихолдера. У бихолдера нет такого джойстика. У бихолдера джойстика. Меня это жутко напрягало. Джойстиком подстроил, куда тебе надо, да? Подстроил? И пошел вдоль набережной. Да, да, да. Подстроил джойстик. У меня осва было. Да, и что, вот, и смотри, смотри. Видишь, что я сделал медленный какой? А знаешь, зачем? Тоже мне загрустилось это, думаю, дай ему, елки, что ж еще придумать? Думаю, так же не интересны эти вот эти вот панорамы. А вот, ну вот, ну интересно уже их на виду. А вот если ты идешь, и вот так вот. И она вот так вот еще обходит, да, панораму, да? Да, да. И ты вот взял постоянно, просто зашал этот джойстик, да, постоянно. То есть, и вот на этом режиме... Там же получается, что таймлэпс тогда с одного места, гиперлэпс, когда идешь. Да, да, да. Вот это ультра гиперлэпс, это когда он еще и поворачивается. Вот. Нет у него энкодеров, да, но вот умный, умный контроллер. Значит, что он делает? Если ты вдруг на каких-то вот критических углах, он, допустим, затрялся, и он мощность снизил тогда. То есть, контроллер, как запрограмм, он снизил мощность. Он перестал тебе трястись. Но, как бы, суть в том, что он, как бы, снизил и цепкость хвата, да, мотора, да, получается, да? То есть, ну, ты доснимал, ну, вот так вот доснимал, да, когда-то, потом просто выключил, и включил его заново. И он опять на полной мощности встал, да? И если ты, ну, в основном, что ты не вот так вот машешь, А в основном ты двигаешь, то есть под это он настроен, чтобы аккуратненько у тебя все Тогда просто выключил, включил его, он опять стал на полную мощность хватать Пока ты опять не дернешь, он опять мощность снизится, чтобы ему от трески избавить А вот здесь все эти заточки, то есть во время даже снега уже желательно, чтобы... Ну, значит, суть такая, ни разу, вот я просто, конечно, всех я жутко предупреждаю, что нельзя-нельзя Значит, ни разу не было случая, чтобы он вышел из строя, но совсем из-за воды У нас были случаи, вот прям с Иваном у нас, свадьба была, свадьба, и там под дождем, под дождем, под дождем И в один момент он просто пэмс, потом просох и опять стал работать Просто взять и двумя руками, потому что когда держишь вот так вот, получается, что он консольный, да? А хочется вот, а вот если вот так вот, не зря эти штуки придуманы А вот вопрос такой, правильно, я хотел спросить, вот это крепление снизу, оно как у бифолтера? Фотовинт, и здесь фотовинт тоже, тут можно прикрутить чего хочешь Так, проверим сейчас у бифолтера Вот, кстати, у него-то не сделаны сбоку, ты смотри, а я что-то даже не знал У бифолтера большая Так, второй режим Два Это он Горизонтальная панорама Тут горизонтальная, вертикаль, и он остается на своем месте В вертикали, чтобы переместить, нужно джойстик Удобно, когда ты едешь по кочкам Да, я вижу, что он тока довольно много дал на третьем режиме Ну, зачем много, ну, чтобы он подцепче держал этот Вот Ну, или если одной рукой она сейчас вот как-то тряханется Вот так вот, если тряхану, да? А вот если двумя руками идешь, что? Если он уже начал гудеть, то его... Да выключить, ну, он же не успокоится уже Ну, то есть с ним ничего не будет Ну, понятно Ну, зачем Вот, вот, видишь, а вот двумя руками Вот попробую И еще есть пять нажатий и длинное нажатие Значит, пять это все калибровки Это калибровки, да Но нужно вот калибровать его, да? Нужно его на что-то вот ровное поставить Вот я ставлю на уголок, да, вот прижал его Он начинает, ну, дергаться, да? Ну, ладно, пусть дергаться, ему не вредно Раз, два, три, четыре, пять И совсем не дышим И нажимаем еще сразу длинное нажатие Да и все Длинное нажатие, смотри Отпустили Ждем пока он Длинное нажатие это калибровка гироскопа Короткая калибровка акселерометра Обе они важны Но иногда можно и без акселя обойтись То есть, когда его начнет кривить на температуре Вот тогда нужно калибровать Этот проходит, ГАЗ-4 плохо проходит Нацепляет вот этими штуками Но кое-как Вот Можно снимать, конечно, в перевернутом совсем состоянии А можно вот в этом режиме Запел И, значит, ты Он автоматически Ну, да, он определился автоматически И ты так же собачьи планы, да? Пошел, да? И так же ты можешь чуть-чуть вверх, а то, да? Чуть-чуть вниз там, да? Вот Собачьи, да? Ну, кстати, он даже может вот так вот, наверное Раз он здесь проходит свободно, да? Вот так вот можно Иногда у него он за разом зайдет Если зайдет, выключил, включил И он опять поправился Все это вот руками это все можно делать Они это, ну, бесколлекторные моторы Ничего с ними страшного не происходит Вот зарядка на четыре, на четыре этих аккумулятора Зарядка На четыре аккумулятора Вот они Преимущество перед бихолдером в том, что Там такая обойма сделана Очень она хорошо сделана И в обойме сама зарядка Ну, то есть А в результате чего получается? То есть у тебя, например, два комплекта батареи Ты снимаешь что-то долго У тебя одни разрядились И что с бихолдером? То есть надо втыкать Или покупать зарядку Я тут и поставил сразу зарядку Работаешь с одним, вытащил Поставил Поэтому удобство вот в этом Вот здесь есть у нас стопор Ничего не пережмешь Здесь у нас тоже стопор есть Ну, даже так Есть там стопор Вот А вот здесь вот стопора нет Вот этот вот провод внутри Вот он точно такой же толстый Значит, его можно какое-то количество раз крутить И, ну, по-любому, если ты будешь помнить об этом Ты увидишь, что он пружинит Можно открутить Значит, но Почему они не сделали стопор? Значит, либо сюда вставил Вот, вниз, да? Вставится Вот Вот Получился стопор, да? Вот очень как бы хорошо Вот, либо сюда, либо сюда Это в зависимости от того Ну, если он длинный, да? То будет здесь Если он посередине, ему все равно где Вот Винт в подарок Стедикан, да? Какой-то это? Осмо. А, Осмо? Не Steadicam, это Steadicam как бы с камерой. Такая же штука. Да, кстати, почему меня? Здесь снимаются такие клипы, сюжетные клипы под музыку. И Осмо для чего? Для сцен с бегом, каких-то, таймлэпсом. Активных активных. Да, но у Осмо нет боке вообще, оно полностью отсутствует. То есть замыление заднего фона. У него картинка, пусть и 4К видео, но картинка как на айфоне получается. То есть нет вот этого заднего, переднего фона. Потому что это ж не объектив со стеклами. Ну да. Вот, это просто такая маленькая штучка. И поэтому вот это монтируешь, у тебя получается то красивое изображение. Вот и поэтому получается очень резкий перепад, как будто бы на телефон снято. Пусть и красиво, стабильно, но на телефон. Плюс, все-таки, ну вот, хочется уже вот такой более профессиональный аппарат уже вот именно для зеркалки. За эти деньги вообще ничего нет. Ни бэушкам вообще ничего нет. Для вот этих камер. То есть получается, для зеркальных подходит. Вот как раз, вот мне как раз вот это вот. Вот здесь вот я рад, да. Вот 650-ка с китовым объективом. Понимаешь, вот для начинающего, вот для блогера. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok